Когда мы начали разговор о бисектрисах, я все-таки скажу еще несколько слов, потому что это важная вещь. Господа, смотрите, если есть треугольник, мы в нем, конечно, можем провести бисектрису, да? Мы можем в нем провести бисектрису, и у нее есть длина. А давайте поставим перед собой такую задачу. Даны стороны треугольника, даны длинные стороны треугольника, как положено, да, А, Б, Ц, а нас интересует длина бисектрисы. А треугольник не треугольник? Да, треугольник, конечно, треугольник, конечно. Согласитесь, что эта задача абсолютно смыслная, правда? И хочется уметь ее решать. Давайте я напомню, каким образом решается эта задача для высоты и для медиа. Смотрите, когда у нас есть треугольник и в нем высота, то есть такая формула. Площадь треугольника – это половина произведения стороны на высоту, правильно? Ну, и есть формула, так называемая формула геронок. Это П умножить на П минус А, П минус Б, где П минус С, где П – это полупередника. А плюс Б, как и С, половина. Вот, знаете, эта величина полностью выражена через длины сторон, соответственно, здесь получаем выражение для высоты и для медиа. Так? Ну, правда, по-моему, мы еще формулу геронок не доказывали с вами, да? Поднимите руки, кто знает доказательства. Мы не знаем доказательства, что мы помним. Не, не, ну, важно доказать, почему тематике всегда все лучше доказательства. Получается, что для высоты надо знать формулу герона. Согласны? Согласны. Теперь давайте обсудим, да, что нужно знать для медиана. Эта задача замечательным образом легче. Известнейшая, на самом деле, штука – достраивание до пралилограммы. Надеюсь, все помнят, да? Что, когда есть любой треугольник, и у него медиана, то можно дорисовать до пралилограммы. Так? Так. А у пралилограмма есть замечательное свойство. Сумма квадратов сторон, вот этой, этой, этой и этой, это то же самое, что сумма квадратов диагонали. Давайте сначала поймем, почему это здорово для нашей задачи. Потому что, смотрите, ведь диагонали пересекаются отдельно с пополам, так? Здесь М, здесь М. Отлично. А вот это называется А пополам и А пополам, да? Сумма квадратов диагонали – это что такое? Это А в квадрате квадрата вот этой диагонали, плюс 2М в квадрате, то есть 4М в квадрате. Это квадрат вот этой диагонали. И это есть сумма квадратов сторон. Ну, какие у него стороны? В, В, С, значит, это и есть 2В в квадрате плюс 2С в квадрате. Отлично. Отлично. Здесь, значит, есть А, В, С. Переносите А в квадратную сторону, извлекаете квадратный корень, делаете в полам, получаете медианную. Вот так? То есть у нас получается роскошная форму. Медианная. Это есть 1 вторая квадратного корня из 2В в квадрат плюс 2С в квадрате и 1 в квадрате. Вот. Значит, что у нас теперь есть? Если мы с вами докажем формулу Герона, то мы научимся высоту вычислять через стороны. Если мы непонятно, что сделаем, то мы научимся бисектрису вычислять через стороны. Так? Так или не так? Так. Отлично. Так вот, как ни странно, здесь формула даже проще, чем для высоты. И доказывается она, пожалуй, быстрее. Поэтому разрешите мне все-таки начать с бисектрисы. Но сначала надо вспомнить то, что у нас было на прошлом занятии. Значит, на прошлом занятии мы доказывали такую штуку. СЛ разделить на ЛБ. Это СА разделить на АВ. Объясняю, зачем мне сейчас это равенство. Я же знаю, как длину отрезка ВС это А. Если я знаю, что точка Л делит этот отрезок в таком же отношении, как эти, то я смогу написать формулу для отрезка СЛ и для отрезка ЛБ. Так, давайте на картинке для краткости обозначим так. СЛ обозначим какой-нибудь буквой. Ну, я не знаю, буквой Х. И БЛ обозначим еще какой-нибудь. Например, ИГРИК. И не в том смысле, что мы их сейчас искать. Хотя нет, искать мы их будем, да? Искать мы их будем. ИКС к ИГРИК благодаря вот этому равенству относится так же, как Б относится к С. Согласна, да? Вот здесь вот. Вот это Б, вот это С, вот это ИКС, вот это ИГРИК. Вот. Так, кто помнит, как тогда оказалось? Мы там достраивали. Молодец. А вы помните, как достраивали? Мы там подъявали что-то. Пойдем, пойдем. ИГРИК СА на длину АГУ. Так, на какую длину это вы делаете? На длину АГУ. Отлично. Время о внешнем угле угол В' и В равны вот такому углу с одного длину. Они равны, потому что равнобедренный треугольник. Да. Она нарисовала отрезок длины АВ. Вот это АВ шпирь равно АВ. Поэтому получился равнобедренный треугольник, а у него углы при основании равны, как у любого равнобедренного треугольника. А дальше говорит про внешний угол. Угол САВ – внешний угол при вершине А. Это тоже символяя? АВ шпирь. И значит? И значит, вот этот угол РАВ, значит, АЛ параллельно БВ шпирь. Да, да, напишите просто. АЛ параллельно БВ шпирь. И значит, можно применять теорему аппорциональных адресов. Теорему форезов. СЛ к ЛВ так же, как СА к АВ штрих. Но АВ штрих равно АВ. Так, запомнили? Поняли? Так, отлично. Но есть вот такая умная, пожалуйста, посчитайте, чему равны Х и ИК. Вот идите на правую доску и напишите, пожалуйста, значит, Х плюс ИК равно А. Это все понятно? Х плюс ИК – это просто отрезок длины А. Это сторона треугольника, да? И вы знаете, что Х разделить на ИК – это Б разделить на Ц. И вот надо из этих двух равенств понять, чему равно Х и чему равно ИК. Замечаете? Спасибо большое за это. Я просил вас величину А разделить в данном отношении. Вот представьте себе, у вас есть какой-то отрезок. И нужно разделить его в отношении 2 к 5. Что надо в таком случае сделать? Надо разделить его на 7 и умножить в одном случае на 2, в другом случае на 5. Так? Отлично. Почему-то для чисел 2 и 5 вы это знаете. А для чисел В и С. Разделить отрезок длины А в отношении В к С. Это значит разделить его на В плюс С. Понятно? И в одном случае умножить на В, а в другом случае умножить на С. Так, давайте я все-таки запишу сюда. Итак, для ИК получилось такое выражение. В А разделить на В плюс С. А для ИК А С, ну или давайте С А, неважно, разделить на В плюс С. Так или иначе, эти формы умерли. Эту картинку надо запомнить. Понятно? Запомнить, запомнить, забрать.